Глава Ненецкого округа распорядился увеличить расходы на строительство жилья на селе. Договоренности в вопросе дополнительного финансового обеспечения программы строительства индивидуальных жилых домов, достигнутой между губернатором и депутатами регионального собрания в ходе рабочей встречи. Программа, предусматривающая предоставление социальных выплат на строительство или завершение ранее начатого строительства индивидуальных жилых домов в сельской местности, в народе она получила название 30 на 70, реализуется в Ненецком округе с 2009 года. При этом 70% расходов на возведение собственного дома сельчанам компенсирует бюджет округа, еще 30% составляют собственные средства граждан. За 8 лет реализации программы общая сумма компенсационных выплат превысила 350 миллионов рублей. В разные годы объемы финансирования программы менялись. Самый большой объем компенсации, а соответственное количество построенных в рамках программы домов пришелся на первый год ее действия – более 56,5 миллионов рублей. Выплату в 2009 году получили 39 семей, большинство из них – жители Приморско-Куйского сельсовета. В последующие годы объем финансирования программы менялся и достиг своего минимума в 2016 году. Около 15 миллионов рублей были распределены всего между семью семьями – Хариверского, Канинского, Перского, Приморско-Куйского и Тиманского сельсоветов. Программа софинансирования строительства жилья востребована среди сельских жителей и сегодня, но не все могут ей воспользоваться, поскольку не у каждой семьи есть средства на счетах в размере 30% от стоимости строительства. Необходимо посмотреть, чтобы первоначальный взнос, вот эти 30%, которые были, не обязательно, чтобы деньги были на счете, а за счет этих 30%, чтобы они могли сами уже приобрести или строительный материал, или какое-то оборудование для того, чтобы в дальнейшем уже строить. Вот это вот такая просьба жителей. Вместе с тем Наталья Кордакова предложила внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, которая регулирует порядок предоставления компенсационных выплат. По мнению главы региона, этот вопрос нужно обсудить на разных площадках с жителями села, с главами и депутатами сельских муниципалитетов, с общественностью. Сегодня в очереди на получение компенсационных выплат на строительство или завершение строительства индивидуальных жилых домов в сельской местности состоят 49 семей. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы в текущем году, составляет 18 миллионов рублей. Это хороший инструмент для того, чтобы мы могли в рамках этой программы работать и действительно строить на селе жилье, потому что если в городе эти проблемы решаются в рамках 1-процентной ипотеки, у нас существуют другие инструменты, то в сельской местности фактически у нас только такая программа, которая позволяет действительно помочь сельским жителям решать свои проблемы на селе и закрепить и кадры, и жителей на территории. Александр Циборский в ходе диалога с представителями фракции «Единая Россия» в собрании депутатов Нинского округа заверил парламентарии в том, что программа продолжит свое действие, а объемы ее финансирования будут увеличены уже в этом году. Я тогда дам поручение предусмотреть 10 миллионов рублей для того, чтобы ее стартовать, а в дальнейшем посмотрим по количеству участников, если они будут увеличиваться, то посмотрим, исходя из бюджетных возможностей, может быть, тогда увеличим финансирование этой программы. Но действительно, село должно жить, это такая наиболее ответственная программа, которая предполагается финансированием со стороны жителей, и с другой стороны, это нам дает возможность реально решить те же личные проблемы, с которыми сегодня наше селе они сталкиваются. Выполнить поручение губернатора профильным органам власти предстоит в ближайшее время, как только будут сформированы очередные поправки в региональный закон о бюджете.